Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Сегодня у меня снова садовый влог и я хочу продолжить ту тему, которую начала освещать в двух своих предыдущих выпусках. Я продолжу свой рассказ о лучших компаньонах для роз. И сегодня главные герои моего выпуска это клематисы. Еще одно классическое сочетание для крупных роз, в основном для плетистых, конечно, сортов, это клематисы с розами. И вот это, кстати, один из моих любимых сортов клематисов в саду. У меня их всего три самых-самых любимчиков. Вот это один из них, это сорт называется Blue Rain, синий дождь или голубой дождь. У него некрупные цветки, вроде бы он такой не очень нарядный, не махровый, не сильно крупный, но вот эти вот поникающие колокольчики, они какие-то очень нежные, очень изысканные, не побоюсь этого слова. И самый главный его плюс, его самое главное достоинство, за что я очень люблю этот сорт, то что он невероятно обильно цветет. Очень мало клематисов, вот, ну, лично у меня, могут похвастаться настолько обильным цветением. Здесь, видите, весь куст усыпан этими нежными фиолетово-синими колокольчиками. Совершенно потрясающе смотрится и, надо сказать, практически может перебить розу своей яркостью, своим эффектным выходом. И вот в сочетании белая роза вот с такими фиолетовыми цветками у клематисов мне очень нравится. И сейчас покажу вам еще одно сочетание. На этот раз, опять же, мелкоцветковый куст розы с уже крупноцветковым клематисом. И вот он второй вариант, уже крупноцветковый клематис в сочетании с розой. Роза у меня здесь тоже мелкоцветковая, это сорт Open Arms, достаточно редкая группа, плетистые миниатюрные сорта. А клематис у меня тоже достаточно небольшой должен был быть. Сейчас я покажу вам его поближе. Это контейнерный сорт. Видите, какие крупные у него цветки. Мне он понравился за вот эти вот махрушки. Такие вот очаровательные пушистики. Но, честно говоря, как выяснилось, место я ему нашла не самое удачное. Он у меня растет на краю клумбы. Когда я его покупала, было написано, что он контейнерный, карликовый, невысокий. Он действительно невысокий. И я, в общем-то, рассчитывала на то, что он будет невысокий. Вот эта опора, это два метра высотой. И, в общем-то, это его максимум. Сильно выше он не вытягивается. Но проблема в том, что контейнерный, это невысокий, но широкий. Здесь у меня Манстед Вуд. Красавчик мой. Он очень бедный. И этот огромный клематис его забивает. Потому что он у основания, мне кажется, метр полтора. Здесь куст розы. Под ним практически погребен. Так что призываю не обманываться тем, что клематис контейнерный. Они, если не растут в высоту, то, как выяснилось, растут в ширину. Но, надо сказать, сорт очень красивый. Цветки действительно декоративные. И цветет достаточно обильно. Так что, если бы оставлять ему достаточно места, то вполне красиво бы он тут смотрелся. Я еще думаю, кого отсадить. То ли розу, то ли клематис. Потому что сочетание с Open Arms мне на самом деле очень нравится. У него, как видите, цветочки двух видов. Одни вот такие лохматенькие, а вторые с пушишками. Вот эти пушишки, конечно, очень-очень красивые. Необычно смотрятся. Такой очень декоративный, необычный сорт. Хотя и достаточно мощный. Я думаю, что это зависит от того, на побегах какого года выросли цветки. Видимо, прошлогодние дают пушишки, а однолетние побеги дают вот эти чудесные бахромушки. Бахромушки мне нравятся больше. Посмотрите, как здорово сочетаются мелкие цветочки розы с этими огромными цветами клематиса. Кстати, очень советую этот сорт. Он обильно цветет. И хотя каждый отдельный цветочек вроде бы достаточно невзрачный, но у него очень декоративные тычинки. Мне он немножко напоминает яблоневый цвет. Такая же нежная краска, как видите. Какой-то очень воздушный и очень мне нравится. Он тоже достаточно невысокий, не слишком мощный, но обильно цветет и прекрасно зимует. И с другой стороны от моего белого штамбура растет вот этот вот сорт. Это Blue Angel. Он не сильно обильно цветет. Хотя в этом году он достаточно, как видите, много цветков выдал, потому что был хороший год для клематисов. Но за его цветы я ему готова простить все. У него вот такой вот красивый такие вот серединки. Он сейчас только-только распускается. Они еще дальше распушатся сильнее. Будут похожи на маленькие хризантемки. Невероятно декоративный сорт. Вот здесь видно, смотрите, какой пушистик красивый. Очень-очень его люблю. Несмотря на некоторую капризность, он тоже второй группы обрезки. Не всегда хорошо цветет, но вот в сочетании с этой белой розой у меня вот с одной стороны Blue Angel, с другой стороны Blue Rain. Она вся окружена клематисами. И луки, о которых я вам уже рассказывала. Обещала вам показать сочетание с розами. Но, как видите, к тому моменту, как роза зацвела, луки уже потеряли цвет. Они уже просто как декоративные головки. Но даже в таком виде мне очень нравится. Вот это еще один мой один из самых любимых сортов. И это клематис The President. или президент. Это мой самый-самый первый клематис. Ему уже больше десятка лет. В прошлом году я его пересадила. У меня до этого рос в другом месте. Он очень обильно цвел. Сейчас уже, видите, сколько пушишек. На месте всех этих пушишек тоже были цветки. Но и он, видите, продолжает выпускать бутоны. Я думаю, что меня ждет вторая волна цветения. Потому что первый раз он явно цвел на перезимовавших побегах. Он относится ко второй группе обрезки. На перезимовавших побегах у него цветки, конечно, крупнее и более декоративные. Но и на текущих побегах они достаточно крупные. Очень красивого цвета. Такие ярко-сине-фиолетовые. Очень красивый сорт. Выносливый, живучий. Несмотря на то, что вторая группа. Обычно более капризная. Еще одно очень красивое сочетание, которое я очень люблю, это сочетание роз с ирисами. Мне вообще нравится сочетание розовых роз с фиолетовыми многолетниками. Мне кажется, оно очень-очень декоративно смотрится. И в сочетании с розами мне больше всего нравятся вот такие ирисы. Это японские ирисы. Они несколько более капризны, чем обычные бородатые. Но зато, как вы видите, они цветут одновременно с розами. То есть, если сейчас обычные наши бородатые ирисы уже отцвели, то японцы как раз сейчас во всей своей красе цветут одновременно с розами. И большой плюс японских сортов еще и в том, что у них красивый куст. Сейчас я покажу вам одного молоденького ириса. Вот здесь он у меня растет. Он еще не зацвел. Но, как видите, даже без цветов он смотрится, как такая декоративная травка. И очень красив на краю клумбы. Он очень аккуратный куст. Листики эти не разваливаются. Так что, именно если выбирать ирисы для розария, я бы советовала именно японцев. Хотя они, конечно, несколько более капризные. Они требуют обязательно укрытия. Они любят влажные, богатые почвы. Но, в целом, если вы их сажаете в цветник вместе с розами, то, как видите, у них условия содержания примерно похожие. И с розами как раз за ними очень удобно ухаживать. Одновременно накрывать, одновременно кормить, поливать. Они бывают разные краски. Вот здесь у меня такой темно-фиолетовый сорт. Они бывают голубые, сиреневые, с какими-то красивыми рисунками жилок на лепестках. Здесь вот у него такая желтая бородка. Очень изысканные цветки. И тоже вот в сочетании со штампом. Мне кажется, невероятно эффектно смотрится. Хотя, конечно, цветение у них не очень долговечное, в отличие от роз. Ну, на мой взгляд, сочетание получается очень-очень удачным. И вот здесь у меня еще один ирис. В этот раз не японец, это что-то сибирское. Но вот такие вот изящные цветки. Очень красиво смотрятся с розами. Одно из моих любимых сочетаний. Вот здесь у меня Луки, Ханса Лэнд и вот этот вот сибирский ирис. Кажется, он сибирский. Я не уверена, потому что у него листья, честно говоря, не не характерные для сибирского ириса. Мне кажется, это может быть что-то другое. Может быть что-то болотное. Я в свое время много разных сажала и уже не помню, что у меня здесь в итоге осталось. И вот здесь покажу вам поближе Blue Rain. Мне кажется, название очень ему идет. Действительно, такой вот синий дождь, низвергающийся. Очень красивый сорт. Меня кто-то просил рассказать про парковые розы. У меня их на самом деле практически нет, потому что я в свое время пробовала канадские розы. Пробовала много достаточно сортов. И мне мало что понравилось, потому что, честно говоря, несмотря на то, что их позиционируют как неукровные, но канадские розы в основном их все равно нужно укрывать. Буквально пара есть сортов, которые хорошо зимуют без всякого укрытия. Все остальные все равно нуждаются хотя бы в укрытии снегом. То есть их все равно нужно пригибать. Ну, может быть, не нужно накрывать лутросилом. Но при всем при этом декоративность у них очень сильно страдает. Они все-таки, конечно, ближе к шиповникам. И, честно говоря, я предпочитаю накрыть розу, но наслаждаться ее красотой летом, чем сажать что-то шиповника подобное. И все равно мучиться с каким-то минимальным хотя бы укрытием. Но две розы есть, для которых я сделала исключение. Которые, в общем-то, достаточно декоративны и зимуют действительно безо всякого укрытия. Сейчас я вам покажу одну из них. Итак, первая из этих роз это сорт Hansa Land. Очень яркая красавица. Она насыщена малинового цвета. Камера делает ее ярко-красной, но на самом деле она все-таки малиновая. Но это, в общем-то, момент многих красных роз. Я вообще красные розы не очень люблю, но знаю, что многие именно вот розы воспринимают, если она красная только. У роз очень часто называют сорт красным, но на самом деле он малиновый. Вот в английском языке есть у них разные описания для таких цветов. Вот такой малиново-красный у них называется Crimson. А ярко-красный, вот алый, ближе к цвету пионерского галстука, да, такой с оранжевенькой. Это называется цвет Scarlet или Vermilion. Вот это роза как раз Crimson. То есть роза малиново-красная. Она чисто красная, может быть, в момент распуска. Вот видите, бутончик он такой прям бордовый. Ну вот, отцветает она, вот здесь, в принципе, видно разницу. Она становится холоднее и холоднее, и в том же, вот когда отцветает, совсем малиново-бордовая. Роза достаточно обильно цветет. Она действительно зимует без всякого укрытия, хотя в некоторые годы, если зима была суровая, она может подмерзать. Но, тем не менее, сорт очень выносливый, очень декоративный, яркий. То есть такую прям вот фокусную точку может создать в цветнике или в качестве живой изгороди, я знаю, его сажают. Он очень-очень колючий, потому что у него в роду роза ругоза. Вот, смотрите, покажу вам. Страшные загнутые колючки. Он прямо очень-очень колючий. Есть сорта не сильно колючий. Вот этот сильно колючий. Вот здесь тоже, видите, какие колючки страшные. Поэтому его хорошо сажать на границе с нелюбимыми соседями. И сейчас покажу вам второй сорт, который я тоже считаю полноценной парковой розой. И по внешнему виду, и по своим характеристикам зимучести. Кстати, пока я не ушла, покажу вам щучку. Помните, я рассказывала в прошлом влоге про щучку? Вот сейчас она зацвела. Смотрите, какие у нее красивые декоративные метелки. Несмотря на то, что травка абсолютно наша, я ее из леса принесла, вот именно эту, если я не ошибаюсь. Но она очень смотрится здорово. Где-нибудь на краю цветника. И с розами мне очень нравится, как сочетается. Ну, пойдемте, покажу второй сорт. Увы, показать вам особенно ничего не смогу, потому что я пришла к розе, она уже отцвела. Многие эти розы рано зацветают, и, соответственно, рано отцветают. Итак, это сорт Террес Бунье. Вот один-единственный цветочек, распустившийся, могу вам показать. Остальные уже все осыпались. Она цветет рано, она зацветает, как большинство шиповников, раньше всех остальных роз. Вот видите, уже все отцвело. У нее очень нежные цветы, классического розового цвета. Она, конечно, достаточно большая растрепа, но для любителей роз в старинном стиле, я думаю, что это не будет неприятностью, потому что цветы очень декоративные. Они густо махровые, ведь она не показывает серединку. Такой вот абсолютно классический вид старинной розы, я бы сказала. В отличие от Ханса Лэнд, которую я вам показывала, она практически лишена шипов. Видите, побеги у нее абсолютно гладенькие, ни одной колючки нет. И это, конечно, большой плюс. Те, кто хоть раз обдирался об колючки роз при обрезке, я думаю, меня поймет. Эта роза абсолютно неукровная. В отличие от большинства канадских роз. Это, пожалуй, из всего, что я пробовала. Это единственный вариант, который действительно 100% неукровной. Она у меня не пригибается, не укрывается. И, тем не менее, прекрасно зимует уже много лет. Куст не слишком высокий. Она порядка метр двадцать, метр тридцать в высоту. Вот этому кусту уже семь или восемь лет. Как видите, он изящный. У него достаточно красивая форма. Он так живописно паникает. У меня она здесь оказалась на газоне. Мы переделывали цветник. Я сажала здесь хосты. И она немножко не на месте сейчас находится. В прошлом году не дошли руки ее пересадить. Осенью буду этим заниматься. Она, конечно, не так хороша, как та же самая Hansa Land. Но, тем не менее, очень нежная, очень красивая. В принципе, и цветки достаточно крупные. Как видите, сантиметров восемь. И вот из всех канадок, которые я пробовала, я пробовала порядка десятка сортов. И вот этот сорт, пожалуй, один из немногих, который мне нравится. Именно из неукровных. За свою неприхотливость. В общем-то, достаточно большую декоративность. Я считаю, что для неукровной розы цветки очень и очень хороши. Потому что большинство канадок, конечно, не может похвастаться какими-то очень красивыми цветами. И плюс, конечно, огромный плюс для нее, то, что она абсолютно неукровная. Ее даже пригибать не приходится. И за все те годы, что она у меня в саду растет, ни одного раза проблем с вымерзанием, побегов у меня не было. И, кстати, забыла добавить еще один бонус этой канадской красавицы. Она обладает очень приятным, достаточно сильным запахом. Я всегда очень приветствую ароматные розы у себя в саду. Поэтому, если роза хорошо и приятно и сильно пахнет, для меня это всегда очень большой плюс. Конечно же, список компаньонов для роз не ограничивается теми растениями, о которых я рассказывала вам в моих последних трех выпусках. Есть ряд сочетаний, которые мне очень нравятся. Но по каким-то причинам у меня в саду их нет. Поэтому я их и не показывала. Например, мне очень нравится сочетание роз с дельфиниумами. У меня был очень красивый, нежно-голубой дельфиниум. И с розовыми розами он совершенно потрясающе смотрится. К сожалению, он погиб, поэтому показать вам его не могу. Очень мне нравится сочетание роз с лавандой. Кто-то спрашивал меня про это сочетание в комментариях в предыдущем влоге. У меня глинистые почвы, поэтому многие классические компаньоны, шалфей, лаванда, которые любят солнце и песчаные почвы, у меня в саду растут очень плохо. Поэтому, опять же, у меня их нет. К тому же у меня в саду очень много тени, полутени. В таких условиях и шалфей, и лаванда вытягиваются, полегают и теряют всякую декоративность. Перечень компаньонов можно продолжать, наверное, до бесконечности. Напишите мне в комментариях под видео, какие растения вам нравятся в сочетании с розами. Наверняка у вас есть какие-то любимчики, какие-то находки, интересные сочетания. Мне очень интересно будет почитать. И я уверена, что найду что-нибудь новое для себя, что можно испытать в саду. Как всегда, жду ваши вопросы и замечания в комментариях. На сегодня все. Всем пока!